Друзья, я нахожусь в Чернобыле и у меня для вас такой прикол, что вы просто офигеете Друзья, в общем, у меня есть вот такая крутая тачка Это ЗАЗ 968М, Запорожье Все подробности, я уверен, что вам очень интересно, что, как, почему она у меня Но все подробности я буду вам рассказывать чуть-чуть попозже А сейчас нам нужно ее протестить, как она будет себя вести в условиях чернобыльской зоны Машина старая, сами понимаете В эту машину вложено уже кучу сил, кучу средств для того, чтобы она вообще заводилась и ехала Сейчас нам нужно сделать ей тест-драйв Ну и вообще, в принципе, я хочу показать ее своей жене Вике, что она на это отреагирует Мы на ней будем ездить по Чернобылю Друзья, машина примерно 85-86 года, судя по ее виду Это модель вообще 968М, модернизированная Это последняя модель, которую выпускал Запорожский автозавод ЗАЗ Сюда почему-то наварили уши, вот такие Хотя такие уши были только на модели 968А, насколько я понял Но это, наверное, для того, чтобы лучше обдувался двигатель Так как водяного охлаждения в этом двигателе нет, только воздушные Кто имел дело с запорожцами, тот, я думаю, что знает Насколько они сильно летом перегреваются Насколько в этой машине летом жарко А насколько в этой машине зимой холодно Потому что печка здесь бензиновая И она зачастую просто не запускается В общем, друзья, покажу вам все подробно Друзья, эта чудесная тачка просто просится в приключения Я хочу объездить в ней вообще всю Чернобыльскую зону отчуждения К сожалению, всю зону сейчас объездить нельзя Идет война Но часть зоны мы на ней проедем все-таки И я вам покажу И радиацию, и заброшенные места Будет очень интересно, я надеюсь, что она не подведет И ее не придется вытаскивать каким-то трактором С какого-то бездорожья Мы сейчас поедем, покажем этот аппарат Вике Прикольнемся над ней и скажем, что это ей подарок Так как у нас была недавно годовщина свадьбы И в общем, я думаю, что она офигеет Едем к Вике, туда, в заброшенное ксело К заброшенной хатке, в которой мы уже несколько-несколько месяцев живем С моей женой, с Викой Сюда отбираем метралочку Ееееее Ура! Работает аппарат! Класс! Вот эту ручку тоже мне пришлось купить Тут просто была вот такая труба В общем, друзья, машина была полностью разбарахоленная Когда она ко мне досталась, честно вам скажу Сюда уже вложено много сил, средств Несколько друзей приезжали, помогали мне ее делать Потому что, ну, вообще ничего не получалось Сами понимаете, это советский автопром Плюс очень-очень дико была разграблена машина Оставлена на произвол судьбы, так сказать Ну, он сейчас едет Есть пару нюансов, конечно По дороге, по пути все буду вам рассказывать Это невероятные эмоции Вот дарит этот автомобиль Я думаю, что все люди, кто любит приключения У них должна быть такая советская тачка Сейчас мы проезжаем около старой заброшенной фермы Прямо у границы Чернобыльской зоны отчуждения Обороты высокие немного Не, ну нормально На таких оборотах, я думаю, что надоедем Спокуха, спокуха, не ослабляйся Друзья, по пути к Вике мы заскочим пару мест Покажем вам, что здесь вообще, как сохранилось Есть пару заброшек прикольных, погнали Это был самый обычный советский То ли клуб, то ли магазин сельский Просто это село, оно уже не жилое Поэтому здесь здание заброшено Ну, в принципе, это неплохое местечко Даже для летнего лагеря И кто-то здесь уже останавливался, насколько видите А так, да, ну, мне кажется, что это был обычный советский клуб Сельский Которых, ну, очень много Но здесь в нем плюс, что это находится вот Прямо-прямо у Чернобыля Все, друзья, погнали Кусочек нашей дороги будет проходить прямо через Чернобыльскую зону И там повышена радиация Сейчас вам все покажу Друзья, у меня есть такие мысли Поскольку сейчас идет война И нашим военным, нашим ЗСУ Очень сложно У меня есть мысли отдать эту машину для ЗСУ Куда-то, где она необходима Но для этого нам нужно сначала ее еще немного подремонтировать Как вам такая мысль? Пишите в комментарии прямо сейчас Друзья, двигатель Друзья, двигатель жестко перегрелся Сейчас нужно будет встать, подождать Хотя бы минут 15-20 У нас остается уже буквально 3-4 километра до села Где находится Вика и бабушка Валя И наша заброшенная Харька Сейчас я заглушу движок Немного подождем Я думаю, что будет нормально Здесь наварены уши были Одно ухо я снял с той стороны Я не знаю, какой дурачок его наварил на ту сторону Потому как здесь С одной стороны машина идет Заходит воздух А с другой стороны он выходит А здесь было наварено оба уха на заход воздуха То есть циркуляции никакой не было Я не знаю, что же дурак доделывал уже эту машину Но с этой стороны Мы уже сняли это ухо Оно здесь было очень кустарно наварено И теперь здесь правильная циркуляция воздуха По крайней мере, двигатель не сильно перегревается Посмотрите, вообще вокруг какая красота Мы находимся буквально в километре От чернобыльской зоны отчуждения Смотрите, какой лайфхак Кто пьет энергетики Либо всякие другие напитки В таких банках И ездит на Запорожье Вы можете просто его ставить вот сюда На ручку печки И он здесь никогда не упадет Даже если будут жесткие буераки И будет жестко машину трясти Вот он здесь едет и все Потому как здесь нет места под кофе Там под разные напитки Это старый автомобиль Тогда еще на заправках не делали кофе Родную печку я снял Которая здесь стояла Жигулевская Вообще здесь никакой печки теперь нету Она здесь нахрен не нужна Потому что она все равно не работает И едем дальше Я думаю, что Вика будет в шоке О, друзья Ну это, конечно, экстремально, честно говорю На этой машине ездить Но машина, честно говоря Она дарит эмоции Очень позитивные Это знаете как? Это как мы в детстве хотели самодельную машину Вот приблизительно такие у меня сейчас ощущения Как будто мы ее собрали Детство продолжается И мы собрали эту машину И вот на ней сейчас едем Среди, можно сказать, чернобыльских лесов Потому что буквально метры Считанные сотни метров Остаются отсюда До чернобыльской зоны отчуждения Сейчас мы движемся к последнему селу перед зоной Там живет бабушка Валя Которую, ну те, кто смотрят давно мой канал Ее знают Мы часто ездим, помогаем к ней И рядышком у нас заброшенная хатка Которую мы восстанавливали Вот мы уже подъезжаем На торпеде у нас прикреплен дозиметр Радиокод 101 чувствительный Магаж он показывает, видите, абсолютно полную норму Норма до 30, а тут 8 микрорентгенов Ну что, друзья, все Мы уже подъезжаем к нашей заброшенной хате Около чернобыльской зоне В которой мы поселились с женой И живем здесь Вика сейчас ждет там Я думаю, что она сейчас офигеет От такого автомобиля А вы как думаете? Сейчас посмотрим на ее эмоции Ааа, хорошо едет аппарат Вот уже видно хатку нашу Так, все, надо заглушить Поставить на нейтралочку Все, глушим Это я все переделывал Кстати, тут приборки вообще не было Когда машина мне досталась Вот этой ручки тоже не было Это мы уже ставили Вот эту штуку Мы тоже ставили Потом покажу Она работает, но с глюками иногда Так, ну что, идем Боже, как здесь прекрасно Обожаю места Около чернобыльской зоны Вот наш зужик Вот хатка Вика там сейчас, наверное, кушать готовит Потому что я уехал еще утром А сейчас уже обед Блин, как сюда пробраться Ё-моё, так заросло все Вик Ты там? Иди покажу что-то О, ты приехал, привет Да Только я приехал на Кое-чем другом Ты сейчас офигеешь Ну, короче, идем Сейчас покажу тебе кое-что На что? Идем Идем со мной Ага, иди сюда Иду Знаешь, что у нас годовщина свадьбы была недавно? Два дня назад Вообще-то знаю Это, короче, тебе подарок А что это? Капец, что это такое? Это подарок, короче На годовщину свадьбы тебе Який подарок? Ты что, а ты хочешь, чтобы я опозорилась на все село? А где ты его взял? Тебе потом расскажу Там очень длинная история А ты не сам, чи что? Ты не сам в машине? Сам Ты что, с блогерами приезжал? Не А где ты его взял? Какими блогерами? Думаешь, что та машина? Это же машина, что по Чернобылю блогеры катались Ты уверена? Не знаю Пусть наши подписчики определяют Та эта машина или нет Вы нормальные вообще? Дали и взяли Сейчас будем учить тебя ездить на механике Ты умеешь на механике ездить? Нет Ну сейчас будем учиться Это ты, это твоя машина будет, ты понимаешь? Ты нормальный? Ну ты же хотела автомобиль Ты хочешь, чтобы с меня смеялись подружки? Да никто, это модно выкаршено Тут тюнинг сделан чернобыльский Я так поняла, что придача к этой машине СУС в багажнику В подарок идет Тут столько всего понапихано, понаделывано Что это просто трындец Если, чтобы ты понимала, когда я ее Когда она мне досталась, скажем так В ней практически ничего не было Не было ни фар Не было ни зеркал заднего вида Не было даже резины здесь Это просто капец Тут столько всего сделано Есть даже магнитола В будущем, конечно, хочется сделать еще USB-порт Для того, чтобы ты могла свои смартфоны заряжать И, возможно, еще сделаем АБС И сделаем климат-контроль Но это уже когда-то потом Это ты сейчас типа на серьезе ее рассказываешь Что я типа буду ездить на вот этой Тарантайке Садись, посмотри, я как глаз Я не смогу на ней выехать, куда сюда? Ты посмотри, тут кожаные сиденья Это настоящая кожа Как кожа, что-то приказывает Ну присадуйся Ну что, будешь пробовать заводить? А оно заводится? Да, прикинь Это машина старше тебя еще на пару лет Это машина 1986 года Года Чернобыльской катастрофы Ну я на механике не дуже не знаю Да, тут не две, а три педали А где какая педаль? Слева педаль сцепления Она разъединяет двигатель от колес Короче, от ведущих Ее надо нажимать только левой ногой Педаль газа, как обычно, как и на автомате Педаль тормоза тоже, так же, как на автомате здесь Видишь? Может ты мне нормальную машину подаришь? Пока что, извини Извини, пока что денег нет Будем ездить на такой Или я заслужила на такую машину Ты просто это намек, типа, что ли? Чи шо? В 1986 году ты просто офигела от счастья Если б такая машина была Ты же любишь Чернобыль? Я в 2023 давай начнем с того Так, ну все, не капризничай Давай пробуй заводить Да я не знаю Поставим на нейтралку Сразу передать Она должна болтаться влево-вправо Ребята, покажи Как тут понять, где тут нейтралка? Это какая-то фигня? Сейчас сяду покажу Открой мне дверь Там такая пипочка есть Где мы ее поднимаем наверх Да, да, вот так Сейчас я сяду Так, отверточки Тут инструмента много я тебе положил Будет, чтоб чинить Нету куда кофе ставить Но я думаю, что мы это все сделаем Попозже Видишь, вот сейчас ручка болтается Это нейтралка Вот когда вот так болтается ручка Только так можно заводить двигатель Когда она так стоит Если ты будешь заводить на передаче То она дернется вперед А может она надо? Надо? А шо, учиться надо всегда? Шо делать? Ключ, видишь? Очень плохо Куда ее поворачивать? Поворачивай по часовой стрелке Все, отпускай, отпускай Все, видишь? Первый урок закончен Шо дальше работаю? Класс, да? Я тебе потом расскажу Мне камеры Класс это и нет Ребята, этот драндулет Это, конечно, хорошо Але я знаю, что вы все Дуже сумували за нашим будиночком Мы тут робили ремонт Кто памятает Також я тут садила городик Короче, давайте меньше триндежа И пойдем, подивимось, че вырос У нас там городик біля нашої хатинки Яка находится прямо біля Чорнобиля Пішли Машину надо закриваться, да А потом мы сейчас подивимось хатинку Мы там белый лепич Подивимось, что лучше А побелка, чи фарба А потом вернемся до цей драндулетины И попробуем проехаться десь так Ближе до Чорнобиля Так, ну и грабельки Бо я працювала, а Стас приехал Обрадовав своим мега крутим подарунком На нашу речню Ты же расскажи историю людям, что это за хата вообще Что мы тут делаем Ця хата находится прямо на кордоне Чорнобильской зоны Мы ее нашли в таком страшном состоянии И намагались ее отремонтировать Короче, и последний раз, когда мы приезжали Я там посадила городика Боже, как же оно тут все заросло Заросли, что как мы любим Вика прорывается через Чорнобильские джунгли Бачите, у нас тут такой дворик Оце все выросло Оце все треба будет Короче Слышишь, а это Подписчики интересовались Ты огород здесь, вспомню, садила Выросло что-то или нет? Огород, это пародия на огород Огород треба садить нормальный Мы просто подивиться, яка Посадили всякую вещь Для того, чтобы посмотреть, какая тут земля Значит, висновок такой земля Тут хреново Те, что я посадила кукурузу Бабушка Валя сказала, что птички повиклювали Те, что единственное, что очень классно выросло Это петрушка, бачите Можно кушать, удобно? Или тут опасно по радіації? Не знаю, надо помирять А, комарей вот тут опасно Бежим радіацію Давай радіацію помирять А, бачите, росте, а что случилось? Радиація в норме, 7 микрорентген в час Я не знаю, что таке росте Цередиска, якщо цередиска, то вона якась мутантская Тому що цередиска должна бути здорова А, от петрушка классно выросла, бачите? Просто офігенно Ну що, йдемо в хату покажеш В общем, друзья, щоб ви понимали Эту хату ми нашли полностью заброшенную Здесь не було ні окон, ні дверей Вот этого забора, этой беседки не було Там нам наш друг помог построить Ну і внутрі немножко привели в порядок Хто перший раз смотрит Вообще, хто на моєм каналі перший раз Познакомить вас з немного хата Находиться буквально у забора Чернобыльської зони отчуждення Вот тут, до речі, у нас тематично Да, хто интересуется темой Чернобыля Те видели граффити в Припяти Вот такие различные Тени детей там, да Тени людей Вот они якраз Одна із таких граффити здесь не знаходиться Щось таке жоломилося Ну, ось, наверное, дикий Ликабан, да? Так, давайте зайдем нашу хатинку Немножко тематическое, видите? Миру чистое небо Это отсылка к игре Сталкер Вторую часть Просто отсылка Одразу на Чернобыль Моментально Да, вот наша берлога З комарями Так сказать Здесь мы сделали небольшой уют Ну, насколько максимально мы могли В своих силах Ну, вообще, дивіться Ми намучилися з фарбою Надо было просто купить цю вапну Ось, дивіться, як гарно побілено Просто глядьте на цю піч Як вона побілилась, идеально Звичайно, тут треба було позамазувати Воно постійно трішить Тому що тут все валиться Також тут потрібно все здирати І вибивати Там, бачите, намазали Там відпало Тобто тут роботи, ну, дуже багато Треба просто камаз Ну, тепер у нас є машина Нормально 11 Чуть більше, чем на улице Но в пределах нормы Така ось у нас хатинка Так, шо-шо Сейчас немного перекусим І поедем в путешествие А, не, я буду учить тебя ездить на машине А потом уже поедем в путешествие По Чернобылю на Красном Запорожце О, Вика сейчас учиться Ну, перед этим Нужно всегда нажимать сцепление Саму левую передачу Левой ногой, да А це тормоз? Так же, как и на автомате Вот це тормоз? Посередине, да А це тормоз, да? И газ тоже, да Точно так же, только здесь сцепление есть Перед темой передачи переключать Всегда нажимаєш левую передачу Полностью Левую педаль полностью Ну, вот это первое Тебе ж смотришь в зеркало Чтоб никого сзади не... Ну, переключилось Или воно встит на месте? Щось воно там... Не, нажми педаль полностью Аа... Вот, теперь включилось Никого сзади нема... Не, сзади никого нема Все, а теперь медленно его отпускаешь Газ чуть-чуть совсем добавляешь Да, вот так вот Ой! Все, видишь? А тормоза где? Мы чуть тачку не побили Тормоза где? Посередине А че воно встит? Нажимаешь сцепление, а потом тормоз Полностью выжимаешь сцепление Левую передачу, левую педаль И тормоз Вот, теперь тормозит машина А так че воно не тормозит? Ну что, тут тормоз не нажимай, когда едешь Все, вот так вот едем Покажу на первой передаче Вот так и петляем Боже, а че воно не управляется? Че не управляется? Ну это ж тебе, конечно, не модная какая-то тачка На автомате, современная Хотя тут руль неплохой стоит Как бы не влезать? Блогеры нормальный руль поставили Какие же вы нормальные зенканики? Тут родной руль, ты вообще пофигела Он, кстати, легко рулится А че я не газую, а воно едет? Ну потому что здесь газ накручен немного Что, тут заброшки уже пошли? Можешь попробовать остановить Нажимаешь А воно разгоняется Левую педаль выжимаешь И теперь тормоз Нет, тормоз, тормоз не газ Все Да В автомате, там это все автоматически делается В автоматической коробке А тут вручную надо И чтоб переключить на вторую Нужно выжать сцепление Да Ну тебе пока не надо вторая Пока будем на первой петлят Ну что, нормально на таких оборотах едет машина? Нормально, да Как тебе в общем управление этим автомобилем? Ужасно Мягенько, мягенько Отпускаешь просто ее Педальку сцепления Тогда не будет влокнуть Я просто не пойму логики Как Можно Я тебе поучу еще Давай вот сюда Сцепление, тормоз Да, она катится потихонечку И шо, и как? Чуть еще отпусти сцепление Хай она чуть проедет вперед Все, все, все Тормоз жми Капец, да? На ручной коробке Теперь ставишь на нейтралку Поставь Чтоб ручка болталась Чуть-чуть на себя Чуть-чуть Не-не, это сильно Чуть-чуть вот так, чтоб болталась Болтается ручка Нормально? А ну отпусти сцепление Не едет Все, все Ты на нейтралке Нормально Можно выходить с машины Глушить мотор Ты в шоке, да? Жесть, конечно Эмоции переполняют, да? Я не знаю, какие это Гений придумал Ты такие машины А потом вторую Удивляются, почему так много аварий Вот из-за того, что ручная коробка, да, ты считаешь? Да Вот это капец Срочно нужно на автоматы переводить все автомобили И запрещать ручные коробки Да Кто согласен со мной Ставьте комментарии Оставляйте Не, ну а что, не так? В чем логика? Я не вну Типа не понимаю Ну что, Вика теперь Теперь на механике, блин Чуть-чуть умеет, да? Ну я на ней ездить не буду в городе Бо я людей побываю А в городе зачем? Мы же живем около Чернобыля Зачем нам той город? Ну надо беречь этот автомобиль Он хороший на самом деле В советское время мечтали о таких машинах Я вообще думаю, если Ну, типа, там Если справить косяки Покрасить его Можно передать ЗСУ Если вона, конечно, им будет нужна Потому что я бы на месте ЗСУ Вряд ли бы на такую ездила Пишите в комментариях Кто из ЗСУ нас смотрит Может кому-то нужна такая машина Тут столько уже всего понаделывано Вот эту крышку мы поменяли Потому что та погнута была В нее кто-то въехал Я так поняла, что ты не хочешь рассказывать Ну я пока не могу рассказать Как она мне досталась Но этой тачке в свое время досталась То есть на ней кто-то очень небрежно ездил Тут просто капец И ее потом разокрали То есть мы с пацанами много чего сюда подвозили и поставили Стас теперь будет за рулем Да? Ну да, а кто еще? Скажи, что тебе сложно пока? Так сложно А ты хочешь бы мне не доехал никуда? У нас, кстати, здесь В отличие от предыдущих хозяев Есть, видите, огнетушитель По технике безопасности он должен быть Там еще, правда, есть аптечка Но в ней, по-моему, только бинт остался Вон, смотрите, какая совдепия Настоящая Это родная аптечка Там, кстати, еще есть учебник Смотрите, что есть Рюмка И жгут В комплекте досталась книжка Называется она Автомобили Запорожец 968А 968М В этой книжке можно этот автомобиль Разобрать просто до болтиков Тут детально описан процесс Ремонта этого автомобиля Полностью, как нужно, что делать Ну, естественно, это когда машина Без всякого колхоза Но здесь, по-моему, двигатель не родной стоит Вот в чем дело Я не знаю, как вы, друзья Пишите в комментарии Я вообще не сторонник Какого-либо колхоза Я вообще люблю Машины в оригинале Чтобы были Поставил я вот такую магнитолку Нашел Тут есть даже какая-то кассета За попробую Не хочет, да, сюда? О! Класс? Звук как из ада Еееее После войны мы поедем в Припять Еще на ней Будем Знаешь, как мы ее назовем? Бандеромобиль Да, она же красно-черного цвета Как раз цвет флага Степана Бандеры Так точно Давай на капоте наклеим Типа этот Степану Бандеру Закажем наклеечку Давай, кстати, давай А номера можно заказать Это Оркодав И причепить Оркодав Оркодав А там на капоте Степана Бандеру наклеить Да, машина полностью в святах Бандеровского флага Нашего героя Украины Степана Андреевича Бандеры Классно было И я считаю, что сейчас это очень в тем Ну, всегда в тем Карбюратор до сих пор не настроили И перегревается Сейчас просто лето И автомобиль очень серьезно перегревается Так, друзья Заезжаем уже Подъезжаем к Чернобыльской зоне отчуждения Это такая секретная дорожка Которую мы перед этим тщательно проверили металлоискателем Для того, чтобы здесь не было никаких орковских мин И будем пробовать заехать в одно интересное место В заброшенное село В Припять мы сейчас не можем попасть Потому что там, ну, короче Не могу вам всего рассказывать Но сейчас идет война И сейчас не время поприкуть и шариться Но несколько сел Мы постараемся вам показать Заехать в них Давай тут трошки разведка Потому что заросло Ничего себе заросло Останавливайся, останавливайся Давай доставай иди этот металлоискатель Друзья, дальше дорогу мы не обследовали К сожалению, раньше мы могли обходиться Только вот с этим прибором В Чернобыльской зоне отчуждения Но теперь без вот этого прибора В зоне делать нечего Потому что радиацию еще можно как-то пережить Облучившись Но если вы без этого прибора пойдете Вы можете просто отправиться туда Поэтому все дальнейшие походы Поездки в зону Будут только с этим прибором Так как вы знаете, что год назад Здесь стояли орки И они здесь поставили Очень-очень много взрывоопасных предметов Которые То есть, если даже там Пехотных боеприпасов нет То мины танковые Если наедет такой автомобиль То от этого автомобиля Просто рожки-доножки останутся Поэтому давайте проверять Дозиметр, в принципе, здесь не нужен Это начало зоны Здесь чисто Абсолютно Видите? Десять, да? Для того, чтобы найти все виды мин Нужно ставить все металлы То есть, если ты там Есть люди, которые золото там ищут на пляжах Они выставляют себе там конкретно золото Мы ставим все металлы И начинаем вот так аккуратненько идти Ну вы, друзья, никогда не повторяйте То, что мы делаем Мы делаем это на свой страх и риск И нужно знать Нужно иметь умения саперные Для того, чтобы действительно безопасно перемещаться По местам, где были боевые действия Не, иди след-след за мной След-след, да Пехотных мин, может, и нету Но танковые могут быть У нас тачку украдут, пока мы будем заразминировать Видишь? Чермек такой-то Ну, чермек такая мина, может быть Ну, ты ее не ищи А просто поставь какие-то значки или еще что-то Не, вот так можно аккуратненько Главное, не давить никогда Аккуратненько вот так можно разгребать Не, если бы была мина, она была бы уже на поверхности Потому что если она глубже, в ней уже нет смысла Видишь? Оно не совсем по дороге у нас Давай, да, пометим, чтобы объехать По бездорожью тачка вообще отлично себя показывает Лучше, чем на асфальте даже И довольно мягко Я был уверен, что в Запорожце меня просто вот так будет тросить Не, абсолютно нормально вообще Но здесь подвеска здесь не убитая Друзья, по мере того, как мы приближаемся уже к Чернобыльской зоне отчуждения Уровень радиации начинает нарастать Видите, тут 24 уже Норма до 30 Я уверен, что сейчас будет еще больше Поехали Это уже заброшенная дорога Видите, какая она заросшая Но к ней, чтобы добраться Нам нужно было ехать через лес Там, где я вам показывал Друзья, стали остудить двигатель Смотрите, радиация Мы уже подъезжаем к Чернобыльской зоне При норме в 30 Здесь уже почти 40 Мы взяли металлоискатель Хотим пройтись, посмотреть, что там Потому что там есть что-то интересное Видео по дороге Смотрите, нифига себе, уже 50 почти Тихо-тихо, след в след, иди за мной Видишь, и тут что-то есть Радиация повышается буквально с каждым шагом Как мы уходим от дороги Дело в том, что асфальтную дорогу После аварии несколько раз меняли А здесь, в лесу, никто грунт не менял Тут радиация как выпала, так она и осталась Вот тут, если копнуть метра на полтора Там вообще будет, наверное, тысячи микрорентгенов Стремно, да, так ходить, блин? Да, трошечко, еще и фанить Видишь, это памятник воинам Второй мировой войны И здесь капецкая радиация Смотрите, видите, 53 микрорентгена в час При норме до 30 Что там Вика намерила? На своем 36, а на этом 53 Но этот более чувствительный, чем этот 65 Я думаю, что дальше еще больше будет Видишь, это пятно радиоактивное Видя красненьким светит А трещит-то как? Тихонечко, тихонечко Подошли мы к заброшечке одной Естественно, тут открыто Посмотрите, плитов сколько растет Тут, наверное, когда беседка была, видите, упал Колодец с водичкой Водичка есть, но очень стрёмная Пусть простят нас хозяева Ух ты, тут уже газ был, смотрите Газовая плита Ну, она что-то разбарахоленная Да, вот газ проведем, видите Может, даже он есть Тут такое что-то Как бомжарское, смотрите Счетчик выдранный Электрический Значит, электричество, скорее всего, не мазут Смотрите, кушков Капец, медикаментами несет Альтейка какая-то, технофарм Класс Запах старины такой, друзья Если бы вы тут были, вы, наверное, тоже это ощутили Ну, не знаю, куй я обожаю вообще По таким заброшкам Лазить, смотреть Вообще, как люди раньше жили Да? Ты любишь вообще по заброшкам таким лазить? Ты уж меня спрашиваешь Мы с тобой 7 лет уже лазим Что тебя больше всего привлекает в таких домах в Чернобыльской зоне? То, что тут можно найти остатки какой-то культуры Полицкой и старой Это, конечно, не пример Ця хата Бо тут трошечки уже більш сучасно Але все одно Ну, кто из живых тут недавно, видишь? Угу Да Хоть и заброшка, но еще она в неплохом состоянии Групка целая, кстати Видно, что топили недавно Сильно ее нагревали, видно Ну, видишь, небольшие трещинки есть Сюда, видимо, дым немножко выходит Ну, грелись, потому что зимой, наверное, жили Что это? Ну, неплохая хата Если тут порядочек навести, я думаю, что можно и жить даже Иконы, они даже сохранились Любишь игрушки мягенькие? Да Как все девчата, да? Да Да, там есть вода, но очень грязная Такая стрёмная Это только на худой конец ее пить Раз за разу, там коробка иногда подглючивает Ой, ой, ой Страшно? Очень страшно Ну, ты понимаешь, что мы уже в зоне? Да Ты видел радиацию? Ну, ты же знаешь, да? Через километр начнется уже настоящая зона Расово пойдет Об этом, друзья, уже в следующем видео А пока пишите свои догадки в комментарии Как вообще этот автомобиль к нам попал И дальше вас ждут заброшенные дома Радиация И покатушки И всякие приключения на этом чудесном автомобиле Блин, я надеюсь, что нас не поймают Продолжение через неделю Обязательно ждите следующего ролика Обязательно смотрите его Дальше будет все гораздо интереснее Мы заезжаем в Чернобыльскую зону И едем прямо по заброшенным радиоактивным селам На Красном, Запорожце Друзья, я знаю, что вы много еще не подписаны на мой канал Поэтому прямо сейчас подпишитесь Поставьте пальчик вверх, если вам нравится такой контент Напишите любой комментарий Напишите ваши догадки, как этот Запорожец ко мне попал Вообще, любые версии А потом дальше уже по ходу дела Я вам буду рассказывать, как он у меня оказался Что мы сделали по этому Запорожцу Как мы его восстанавливали Это было очень сложно Я думаю, что уже после войны вас ждет путешествие На этом Запорожце В Припять Только мы его там кидать не будем Хочу висловить слова поддержки всем нашим Збройным Силам Друзья, держитесь Мы за вас молимся Будьте все целы, будьте здоровы И повертайтесь додому целыми До ваших родин Слава Украине!